Класс. В том числе можно создавать и электронные публикации, самые разнообразные. И сейчас технологии настолько далеко ушли вперед, что это не просто текст с картинкой, либо со встроенным видео, это уже довольно полноценные интересные ресурсы, которые буквально дублируют обычную бумажную книгу. Например, страницы можно перелистывать, можно подключить шелест страниц, чтобы максимально погрузиться. Дополнительно, поскольку эта книга цифровая, ее можно насылить разнообразным мультимедийным контентом. Можно добавлять и аудио, и видео, и карты, и слайд-шоу, и викторины, и презентации, и все-все-все практически. Сегодня я выбрала 13 интересных сервисов, на мой взгляд, которые позволяют создавать такие электронные книги. Конечно, сервисов намного больше. Есть платные и бесплатные, есть относительно бесплатные. О бесплатных и относительно бесплатных сегодня и будем разговаривать. Давайте по порядку. Начнем с публикации, которые создаются на основе уже готовых документов. Чаще всего либо это PowerPoint, уже готовая презентация, которую вы хотите перевести в цифровой формат и сделать ее чем-то наподобие книги. Либо это публикация формата PDF, которую тоже хотелось бы в формат книжный перевести, в цифровой книжный формат. Какие здесь инструменты могут помочь? Самый простой, который у всех под руками, и, может быть, вы наверняка им даже и пользовались, называется он Colomeo. Это вообще очень долгоиграющий сервис, он уже не один, наверное, десяток лет существует и работает. Очень известный сервис для создания электронных публикаций на основе PowerPoint и на основе документов PDF. Здесь смысл работы следующий. Регистрируйтесь, загружаете свою публикацию, выбираете оформление публикации. Здесь несколько шаблонов есть для оформления, фон для этой публикации, перелистывание страниц слева направо, либо справа налево. После этого все это сохраняете, получаете ссылку и код для встраивания на страницы сайтов и блогов. Я вам, как всегда, в чат буду посылать разные ссылки, чтобы вы могли представить, как это выглядит на самом деле. Не только по моим описаниям, но и просто полистать и посмотреть. Вот, например, первая ссылка – это уже книга такая, сформированная, полноценная. Еще этот сервис очень любят библиотекари, потому что здесь очень много виртуальных выставок. И вообще можно виртуальную выставку представить в формате книги. И вот вторая ссылка – как раз вариант такой виртуальной выставки, сохраненной в формате Коломео. Ну и, наконец, еще одна интересная опция у этого сервиса есть. Он позволяет создавать из книг книжные полки. Вот пример книжной полки, как это все выглядит. Бесплатно можно создать в этом сервисе одну папку с работами. Например, вы загружаете несколько публикаций, объединяете их в одну папку. Затем есть кнопка, называется она «Книжный виджет». Нажимаете на эту кнопку, и у вас эта папка с публикациями превращается в такую импровизированную книжную полку. И вы можете ее вставить на страницу сайта и блога. Это очень любопытная опция, потому что, например, вот мы проводили, например, в свое время в библиотеке конкурс презентаций, посвященной экологии Мурманской области. У нас было много созданных презентаций. Я опубликовала их на Коломео, и вот с помощью такого виджета мы потом вставили эту всю выставку этих творческих работ к себе в блог. Ну, таким образом, сразу наглядно видно, какие работы создавали участники. Любую книжку можно взять с этой полки, полистать, посмотреть, с ней познакомиться поближе. У нас пишут, что звук пропал. У всех пропал или только у кого-то одного? Если слышно, нажмите, пожалуйста. Да, звук есть. Отлично. Значит, это какие-то проблемы, наверное, с интернетом или с компьютером. Все, спасибо большое. Я рада, что звук есть в большинстве случаев. К сожалению, сервис сейчас немножко изменился. Раньше он был русифицирован, сейчас почему-то в связи с модернизацией русский язык вообще пропал. Он стал на английском языке в основном, и все надписи на английском не очень удобно. Но можно попробовать через Google Переводчик перевести. Самое обидное в этом сервисе то, что пропал эффект шелестящих страниц. Раньше все публикации автоматически были с шелеста. Сейчас звуковые эффекты добавляются за дополнительную плату. Единственное, что вы здесь можете выбрать из оформления, это шаблон и фон. Ну, а так количество публикаций не ограничено. Вам дается 15 гигабайт свободного места на этом сервисе, и вы можете воспользоваться ими так, как считаете нужным. Здесь нет ограничений ни на количество страниц, ни на количество публикаций. Но вот это самое простое, что может быть. Вот пример той самой книжной полки. Если у вас не открылось, то выглядела она примерно вот так. Давайте дальше посмотрим. Конкурент. Коломео, Флипснэк. Тоже довольно известный сервис, давно существует, не такой, может быть, раскрученный. Если Коломео, там издержки бесплатного сервиса в том, что этот сервис перегружен рекламой, если вам это все не нравится, то либо блокировать рекламу на странице, либо переходить на какой-то другой вариант сервиса. Ну, вот Флипснэк. У него реклама в щадящем формате, там только водяной знак небольшой внизу, больше ничего такого, что отвлекать наше внимание будет, нет. Опять несколько ссылок вам отправлю. Здесь и просто книги, и виртуальные выставки, и выставки читательских отзывов. Можно полистать, посмотреть, как это выглядит в таком формате. Флипснэк, книга-листалка на английском языке, сервис. Он не такой красочный, как Коломео. Здесь все, как видите, достаточно просто. Кнопки, хотя и подписаны по-английски, в них несложно разобраться. Что он умеет? Он умеет публикации превращать в электронные книги с шелестом страниц, с перелистыванием. К сожалению, ограничение до 15 страниц, поэтому это скорее сервис для очень небольших публикаций, либо для очень небольшой виртуальной выставки на 15 слайдов. Что еще? В одном аккаунте можно создать 15 таких книжек, 15 по 15. Здесь можно подключить фоновый звук. Не обязательно шелест страниц, можно какой-то звуковой эффект, если хотите, добавить. Что еще? Можно добавить эффект жесткой обложки, будет как альбом. Первая страница такая большая, толстая. Загружаете свой документ. Единственное, что документ принимается в формате PDF. Он не воспринимает презентацию, только PDF-овские документы. Точно так же, как и в Коломео, загружаете, добавляете описание, аннотации. Дальше выбираете фон. Здесь, вот видите, если на слайде посмотрите, вверху разноцветные квадратики, это фоновые. Можно какое-то свое фоновое изображение загрузить. Дальше настраиваете звук, саунд, они называются звуки, шелест страниц, если необходимо. Все это сохраняете и получаете ссылку и код, чтобы встроить на странице сайта и блога. Тоже довольно все быстро и просто получается. Единственное ограничение по количеству страниц и публикаций. Давайте посмотрим еще один вариант. AnyFlip называется. Сервис достаточно интересный. Он малоизвестный. Я сама его открыла только в этом году. И мне он уже очень понравился. Сейчас отправлю вам пару ссылочек. Первая ссылка – это… Я взяла очерк нашей библиотеки-музея, перевела его в цифровой формат в виде книги. Чем AnyFlip отличается от предыдущих? Предыдущие сервисы сохраняли гиперссылки. Если у вас в… Ой, насчет скорм пакетов я даже не знаю, формируются они или нет. Это уже надо уточнять на самом сервисе, на самом сайте. Я вот как-то про скорм пакеты не особо разбираюсь в этой технологии. Поэтому это надо посмотреть сам сайт и справочную информацию по этому сайту. AnyFlip. Нет, должны работать ссылки? Не может быть. Я их проверила. Да, все открывается, работает. Может быть, стоит блокировка на компьютере. Какой-то фильтр установлен, возможно. AnyFlip. Коломео и Flipsnack, они сохраняли гиперссылки. То есть вы внутри самой книги щелкали на гиперссылку, она открывалась совершенно спокойно. Вот AnyFlip, к сожалению, гиперссылки не сохраняет. Это хороший вариант для публикации книг, в которых нет ссылок. Просто тексты. Но у этого сервиса очень хороший тарифный план бесплатный. Вы можете делать 150 публикаций в месяц. Это огромное количество книг на самом деле. Сейчас я расскажу, как. Вопрос увидела. Дальше. Нет ограничений по количеству этих публикаций вообще. То есть вы по 150 в месяц можете. Это бесконечное количество практически. Дальше. Здесь ограничения на просмотры 30 тысяч в день. Ну, вряд ли столько будут просматривать больше, чем 30 тысяч в день. Поэтому это тоже такое ограничение не очень строгое, скажем так. И получаете вы 100 гигабайт для хранения электронных книг. Это вот по тарифному плану это самый, наверное, щедрый сервис в этом отношении. Наверное, у него больше всего возможностей. Здесь есть дополнительная, вот я выделила как раз в красную рамочку. Можно добавить шелест страниц. Можно добавить музыкальное сопровождение через кнопки звуков. Можно выбрать шаблоны для оформления. Вот я такой синенький выбрала, больше подходящий для нашего блога. Вообще фоны тут бывают разные. Фоны можно искать во вкладке, которая называется template, шаблоны. Фон бывает статичный, а бывает динамичный. Я вот ссылку вам отправила. У меня там динамичный фон, у меня лучики солнышка. Они двигаются, если присмотреться. Можно вот такой интересный анимированный фон добавить. Можно обычно одноцветный какой-нибудь выбрать. Шаблоны все есть внутри самого сервиса. Можно добавить свое изображение, если захотите. Дополнительно все читатели могут здесь делать в книге закладки. Если им нужно, там вверху должен стоять значок с правой стороны закладки. Если вам какой-то фрагмент текста нужно отметить для себя, то можно эту закладку себе положить. Ее видеть будете только вы, больше никто. Поэтому сервис очень хороший. Как в нем работаются? Вот тут вопрос. Автоматически определяется количество текста на странице. Вы загружаете сюда публикацию в формате PDF. Там на странице PDF уже есть какой-то определенный текст, какие-то картинки, может быть, еще какой-то материал PDF в формате. Этот сервис просто переформатирует из этих. Автоматически та же страница так и остается. Только теперь она в виде книги представлена. Какое приложение позволяет использовать презентацию в формате, сохраняя демонстрацию со всеми работающими гиперссылками? Но это уже будет не электронная книга 100%. Это вам нужно искать сайт, который позволяет публиковать презентации со всеми гиперссылками. Это слайдшер, скорее всего, будет. Одно время был хороший сервис Lightboom. Позволяет сохранять все гиперссылки. Но он, к сожалению, умер. Поэтому вот из самого-самого это возможно, если вы загрузите на Google Диск, Google презентацию сделать из вашей презентации. И либо на слайдшер, если вы ищете какой-то сервис. Вот такие два варианта я только вижу из этого. Но в формате книги можно попробовать Коломео. Но я не гарантирую, что все ссылки будут там работать. И вот если вы хотите именно в формате демонстрации сохранить, не знаю, как это, можно попробовать на Коломео, если вы хотите именно книгу. А если вам без разницы, в каком формате, то можно либо слайдшер, либо Google Диск из бесплатного. Ну вот, если возвращаемся к Эннифлип, то сервис очень интересный, очень необычный. Я его взяла себе на заметку. Очень хороший, работает стабильно. Кстати, здесь можно тоже создать книжный шкаф. Вот у меня такой книжный шкаф получился. Из одной книжки, правда, но тем не менее. Сюда вы можете поставить неограниченное количество книг. Там 5 полок можно сделать. Здесь только 3, можно больше добавить книг. Можно этих шкафов создать неограниченное количество тоже. То есть здесь вы можете собирать коллекции цифровых книг и расставлять их по полочкам очень красиво. Ограничения на количество таких шкафчиков тоже нет. То есть вообще первый раз вижу такой щедрый бесплатный тарифный план. Пусть он и дальше так остается. Поэтому сервис взяла на заметку. Давайте дальше посмотрим еще несколько вариантов Active Textbook. Вот чего не хватает во всех сервисах, о которых я вам говорила, так это интерактива. Хочется, чтобы какое-то видео было, может быть, аудио, еще какие-то варианты. Можно попробовать вот этот инструмент. Называется он Active Textbook. Интерактивный электронный учебник. Ориентирован этот сервис больше на публикацию действительно учебников либо каких-то статей. Поскольку у него небольшой бесплатный тарифный план, там есть ограничения. Сейчас ссылочки я вам отправлю в чат и расскажу, что там за ограничения. Вот первая ссылка – это ту книгу, которую сделала я сама. Взяла статью, свою школьную, фрагмент урока, скажем так. Перевела в формат PDF, ну и загрузила на сайт. Принимает этот сервис тоже PDF-формат. Загружаете, как обычный, как Коломео, сохраняете. Шаблонов здесь вам не предлагают, просто обычный серый фон и сама публикация. Но зато к этой публикации можно добавить разные интерактивные элементы. С правой стороны, да, если вы по ссылке будете проходить, то нужно нажать кнопочку «Продолжить», «Континию», чтобы она открылась. Там вам предложат зарегистрироваться или просто почитать. Вот нам вариант нужен просто почитать, это «Континию». По-моему, это левая кнопка. Итак, ну здесь вот есть с левой стороны такие значки разные. Курсорчик помогает в книге что-то отмечать. Здесь есть опция отметок. Можно делать себе отметки, можно даже рисовать. Чуть ниже есть карандашик и ластик. Эти отметки будут видны только вам. Поэтому этот сервис больше, наверное, для студентов. То есть вы в цифровом формате им предлагаете какую-то лекцию, они делают там пометки, что-то выделяют для себя, какие-то важные для них вещи и так далее. Они как раз ориентированы в этом сервисе на школьно-студенческую аудиторию. Далее вот этот флажок, значок, он позволяет закладки делать, ладошка позволяет страничку размещать, чтобы она была интересна, ну чтобы все было видно на этой странице. А дальше вот эта вот кнопочка зеленая, которую я подписала, это как раз кнопка для тех, кто будет публиковать, для автора. Да, можно, книжный шкаф можно вставить на страницу сайта и блога. Все можно. Ну вот давайте посмотрим, какие интерактивные элементы можно здесь создать. Вы сохранили саму публикацию, саму статью. Дальше нажимаете зеленую кнопку и щелкаете в любое место вашей статьи, на поля, с краю, сбоку, а можно прям поверх текста. И открывается окошко для добавления интерактивности. Здесь не все у меня, просто на все уже на слайд не поместились, но это основные. Внутрь этой статьи можно добавить дополнительные текстовые комментарии, например. Можно добавить гиперссылку на другие ресурсы. Видео с Ютуба, например. Вот у меня статья была про Маяковского, там у меня есть и ссылки на разные литературоведческие статьи, и видео с Ютуба, с течением стихотворений и так далее. Можно картинку добавить, можно загрузить видео и аудио, но это требует очень быстрого интернета. Мне не очень понравилась эта опция. Во-первых, очень много сразу же места занимает, а сервис здесь дает всего 50 мегабайт свободного места. Это не очень много, но буквально там одно видео может весь 50 мегабайт. Поэтому я эти опции использовать не стала в видео-аудио, а вот гиперссылки, видео с Ютуба и картинки текста – это я стала использовать очень активно. Еще, если чуть ниже пролистнуть, можно найти опцию «Добавить викторину». Вот вторая ссылка про гадкого утенка, там есть викторина. Можно поотвечать на вопросы. Но еще можно прикрепить к этому тексту небольшое вложение. Например, еще один текст прикрепить, текст к тексту, если необходимо. Какая-то дополнительная справочная информация, либо можно попробовать презентацию, либо какой-то PDF-документ добавить. Но опять-таки это нужно учитывать, что у вас общий объем всего вашего хранилища 50 мегабайт. Чем больше вы будете догружать в статью, тем больше это будет занимать места. Поэтому некоторые варианты проще просто дать как гиперссылку, ссылку на какой-то ресурс, где уже все опубликовано. Тогда места у вас съедаться не будет. После того, как вы выбираете любой интерактивный элемент, открывается окошко, и вы начинаете туда добавлять содержание. Очень просто. Если нажали на YouTube, вас попросят ссылку на видео. Если на текст, то откроется окошко для внесения текста. Вот я, например, нажала на викторину, она называется «Квиз». Это стандартное окошко, оно откроется примерно для всех остальных, больше-меньше. Но смысл в чем? Вписываете в верхнее окошко вопрос, дальше выбираете вид вопроса. Здесь четыре вида. Single answer – это один вариант из нескольких. Multiple answer – это несколько вариантов правильных. Вопрос «Правда-неправда» – true-false. Ну, и есть даже вариант открытого вопроса, short answer он называется. Просто участники вписывают туда свой ответ. Дальше, после того, как вы выбрали нужный тип вопроса, у вас открывается шаблон дальше, вы его заполняете. Варианты ответа вносите, и в конце нажимаете кнопку «Create» зелененькая в правом углу, и у вас викторина добавляется. Таким образом, шаг за шагом вы весь контент добавляете. Контент можно видеть прямо на самой страничке, а можно с правой стороны все эти значки там опубликованы. Если хотите, можно и там пощелкать, все посмотреть. Сервис интересный, заслуживает внимания, но учитываем, что ограниченный тарифный план, зато очень много интерактива, очень много. Еще один интересный сервис – Bookimon, тоже давно существующий, одно время про него совсем забыли, потому что он стал какой-то очень интересный. Он просто публиковал книги, делал цифровые публикации, в основном для последующей печати, поэтому особо на него не обращали внимания. Вот я совсем недавно зашла на него, и очень удивилась, приятно удивилась, как сильно он изменился. Вот, пожалуйста, я вам сейчас несколько ссылок опять отправлю, чтобы вы могли посмотреть. Первая ссылка – это уже готовая детская книга, опубликованная. Вторая ссылка – это то, что я попробовала в нем попрактиковаться, взяла библиографический указатель и опубликовала. Можете посмотреть, как он стал выглядеть. Это все материал нашей библиотеки. Ну и последняя ссылка – это, вот самая-самая последняя, это книга на основе детских рисунков. Все это сделано в формате, вот в этом сервисе Bookimon. Что он позволяет делать? Это очень мощный редактор, как выяснилось, для создания электронных книг, он бесплатный. Плата здесь взимается только за то, если вы хотите опубликовать в реальном виде, то есть бумажную версию книги. А если вам нужна просто электронная копия, то вы можете совершенно спокойно здесь работать, никаких ограничений не будет. Что здесь можно сделать? Можно загрузить уже готовые файлы PDF, либо… да, в основном PDF здесь загружается, хотя нет, ошиблась. PDF, презентация и Word. Вот три варианта можно загрузить сюда и на основе этих документов сделать свою цифровую книгу. Другой вариант – создать ее с нуля, прямо здесь, внутри самого сервиса. Ну, первый вариант самый простой. Вот библиографический указатель я сделала минут за 20, просто загрузила, выбрала обложку и написала название. Все, после этого все было готово. Если мы хотим создать с нуля, то здесь вот такое количество шаблонов. Здесь все очень красиво стало. Раньше вот этого ничего не было, а вот сейчас все очень даже. Есть обложки, это вот варианты оформления. Есть для детей, есть какие-то книги с приключениями, есть фотоальбомы, есть альбомы на годовщины какие-то, на праздники, день рождения, кулинарные книги, все-все-все. Выбирайте готовый шаблон, который вам нравится, вам что-то уже предложат из этого. Либо можно с нуля начать, но интереснее с шаблоном, конечно же. И после этого можно уже внутри творить. Вот я открыла шаблон, вот такое поле появилось. Здесь все очень красиво выглядит. В центре сам шаблон. Внизу миниатюрки каждой странички, разворота. Вы по ним щелкаете, открываете нужную страничку и добавляете туда свой контент. Что можно добавить? Здесь есть большая библиотека уже готовых картинок, называется Клепарт. Желтеньким я ее выделила. Желтое сердечко такое, если на слайде увидите слева. Вот Клепарт открыла, например, вкладка Nature, природа. Оно все здесь бесплатное, все картинки бесплатные. Просто мышкой переносите в нужное место вашей книги, можно увеличить, уменьшить картинку и так далее. Рядышком бэкграунд – это фоновые картинки. Точно так же выбираете нужный фон, добавляете. Темплейт внизу можно поменять шаблон. Если вдруг вам этот шаблон разонравился, можно вернуться назад и поменять, и опять все с нуля начать. Можно загружать свои картинки. Самая верхняя кнопка называется Photos. Там вы можете грузить свои изображения с компьютера, сколько считаете необходимо размещать на страницах книг. Вот таким образом, шаг за шагом, создается книга. Потом она публикуется. Вам тут же предложат ее опубликовать в бумажном формате. Мы этот шаг просто пропускаем. Ну а дальше получаем ссылку и код. Можно вставить на страницу сайта, на страницу блога. Есть даже QR-код для того, чтобы быстрее еще распространять эту всю книгу для быстрого доступа, в том числе и с мобильных устройств, чтобы можно было ее почитывать. В общем, очень достойный сервис. Мне очень понравился и для детского, и для взрослого чтения. Единственное, что здесь не так много интерактива, только что шелест и перелистывание страниц. Это очень хорошая библиотека и большие возможности. Да, ссылки здесь не работают. Про ссылки чуть попозже расскажу. Отдельно стоит проговорить про интерактивные книги для детей. Поскольку это все очень интересно и необычно, очень много есть специальных инструментов для детского творчества, которые как раз детям и предназначены. Давайте посмотрим несколько таких инструментов. Самый простой называется My Storybook. Я бы советовала этот инструмент для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Очень простой, но опять-таки с помощью учителя или воспитателя, конечно, это все делается. Но здесь не нужно особенно мудрствовать лукаво, потому что все здесь очень просто. Сервис бесплатный. Я про бесплатный. Я про платный даже ничего и говорить не буду. Я про бесплатный. Здесь все абсолютно бесплатно. Они позиционируют себя как раз очень как такой дружелюбный детям сервис. Дело в том, что был еще один, о котором я хотела рассказать. Он у меня в плане стоял, назывался он StoryBed. Такая птичка голубенькая на логотипчике у этого сервиса. Но он как-то очень сильно коммерциализировался и всего 14 дней бесплатно, а потом за все надо платить. Поэтому я из плана его убрала и добавила вот этот. My Storybook. Заходите, регистрируетесь, а дальше можно работать. Вот так выглядит рабочая панель. В центре страничка книжки, слева кнопочки и библиотека элементов, которые можно добавить. Вот эти четыре кнопки по значкам все понятно. С человечком голубая кнопка для добавления разных объектов, живых и неживых. Вот я как раз эти объекты открыла на слайде. Там и мороженые, и животные, все вперемешку, но есть и отсортированные по категориям. То есть там отдельно есть дом, страна, океан, декорации какие-то, школа, персонажи и так далее. Далее здесь можно рисовать. Есть кнопка Draw. Вот я почему для детей это и советовала. Здесь есть кнопка для рисования. Можно ребенка посадить, он будет внутрикнически сам рисовать к ней иллюстрации. Есть текст. Ну это понятно, просто окошечко добавляете текст. Да, можно язык учить, если хотите, точно, два в одном. Последняя кнопка сценки это фон, фоновое изображение. Можно самому фон нарисовать, можно добавить из библиотеки. Дополнительно можно еще добавить свои картинки. Я вот в красную рамочку вынесла, это ее имидж. Можно свои фотографии загрузить. И ребенок сам себе сделает такую книжку с картинками. Сам нарисовал, сам добавил картинки. С вашей помощью, конечно, текст сам написал. Все, после этого можно ее публиковать и получать ссылку. Можно потом хвастаться на сайте и в блоге. Очень простой и очень такой приятный сервис. Этот сервис чуть посложнее. Он в первую очередь адресован учителям, особенно тем, кто работает с творческими проектами, исследовательской деятельностью. Потому что здесь есть опция создания классов. Вы можете создавать классы, добавлять туда учеников и совместно с ними выполнять какую-то работу. Например, создать одну общую книгу, а затем подключить учеников. Они могут сами подключиться, ну и вы можете их добавить, как вам удобнее. Ну и дальше совместно работать над одной книгой. Вы создаете шаблон, даете всем доступ. Каждый получает по одной страничке, например, и каждый трудится над своей страницей книги. В результате коллективное творчество. Но можно здесь и по одному работать. Это и так, и так. Любой вариант предусматривается. Заходим, регистрируемся, как обычно. Сервис стал намного краше, намного интереснее. У него появилось больше опций. Опять-таки он бесплатный весь. Что здесь есть? Очень похож на предыдущий сервис. Здесь тоже развороты книжные. Давайте я вам сразу ссылки дам. На этом сайте, в этом сервисе очень много русскоязычных материалов. Очень много книг на русском языке. Я просто на удачу зашла и вот особенно долго не искала примеры разнообразные. Здесь очень много творческих проектов. Например, дети исследуют свою семью. Я увидела вопрос сейчас. Отвечу сейчас ссылки. Доброшу в чат. Здесь есть и материалы, которые учителя готовят. Есть совместная книга «Палиндромы». Одна из ссылок. Там даже написано, что это совместная деятельность. Есть книги с детскими рисунками. Оцифрованные детские рисунки, загруженные на их основе, сделаны публикации. То есть много-много-много всего. Совсем недавно у этого сервиса появилась еще одна опция. Называется «Add Voice». Я ее в красную рамку вынесла внизу. «Добавить голос». Можно озвучить эту книгу, записать на микрофон озвучку и таким образом сохранить. Вот я вам последнюю ссылку с озвучком. Сказка «Красная шапочка озвученная». Вот, пожалуйста. Что касается русскоязычного интерфейса. Есть один сервис, я его напоследок оставила. Правда, он больше не для детей, а для совместного творчества. И взрослого, и детского. К сожалению, вот все детские сервисы, они все на английском. Единственное, чем можно облегчить задачу, это попробовать Google Переводчик. Есть правая клавиша мыши. Я так часто поступаю, когда моих знаний английского не хватает. Правой клавишей перевожу на русский язык. Google Переводчик переводит на русский язык все надписи и становится проще работать. Особенно, если сервис незнакомый на первых полах. Потом есть обучалки. Вот ко всем сервисам, о которых я сегодня рассказываю, есть подробные обучающие материалы. Половину из них я написала, они все опубликованы в блоге «Роза ветров север». И в будущем планирую продолжить эту работу. Поэтому какие-то варианты есть, конечно. Что касается взрослого сервиса, он называется «Джумак», а я о нем поговорю в самом конце нашего вебинара, когда перейду к сервисам для взрослых. Что еще в «Сториджампер»? Там примерно такие же кнопочки, как и в предыдущем сервисе. Есть одушевленные и неодушевленные предметы. Пропс – это неодушевленный сцен, это декорации, фото. Здесь можно загружать свои картинки. Текст тоже можно очень красиво оформить в виде такого свитка, в виде облачка, в виде какой-то красивой рамочки и так далее. Получается вполне себе симпатичная книжка, которую можно даже и озвучить за кадром. Голос. Очень красивый и очень приятный сервис. «Райт Ридер» – это сервис тоже для школьников и тоже для учителей. Здесь тоже есть опция создания классов и совместного творчества. Две ссылки я вам дам. Одна на детскую работу, вторая уже на взрослую работу. Первая ссылка – это озвученная книга, созданная в этом сервисе. Это взрослая библиотечная работа, библиотекарь для детей сделала. Ну, а вторая ссылка – это уже детская работа. Сам ребенок получил задание написать сочинение, как я провел лето, и сделал его вот в таком формате. «Райт Ридер». Небольшие цифровые истории, адресован сервис «О». У нас автор появился. Точно-точно, ваша работа. Спасибо большое. Насчет скачивания. Скачивать нельзя. Можно публиковать на страницах сайтов и блогов. Вот что можно сделать. На некоторых сервисах есть опция скачивания или опция печати сразу, но это, к сожалению, все платные опции. Поэтому я про них ничего не говорю. Вообще, обычно такие книги просто публикуются на сайтах и блогах. Либо вы можете, если очень вам нужно, сохранить, как скриншотами, отдельные картинки, отдельные развороты использовать в работе. «Райт Ридер» – очень простой редактор. Здесь страничка, три варианта форматов, которых можно выбрать. Есть формат «Просто текст», есть формат «Текст картинкой», и есть формат, когда учитель и преподаватель работают вместе. То есть ученик что-то делает, а преподаватель ему дописывает свои замечания и предложения. Такой вариант тоже есть. Выбираете нужный шаблон, разворачиваете его, ну а дальше редактируете текст, добавляете картинки. Вот, например, я выбрала шаблон просто с текстом. Вот так он выглядит. Белое поле, куда просто впечатываем нужный текст. Рядом, если вы увидите с левой стороны значок «Микрофон», это означает, что можно эту страничку озвучить. Подключаете микрофон и в режиме реального времени проговариваете необходимый вам текст. Каждую страничку вот так можно отдельно озвучивать. Получается, говорящая книга. Новая страничка добавляется кнопочкой с правой стороны, значок «Плюсик», «Новая страница», и вы опять добавляете картинку, текст, озвучку. Здесь может быть не так красочно, как в предыдущем сервисе, но зато очень просто. Поэтому для детского творчества тоже хорошая платформа. Здесь совместно можно создавать мультимедийные книги, проекты ученические и так далее. Завершенные книжки, опять-таки, получаем на них ссылку, код, чтобы встроить на страницу сайта и блога. Здесь предлагает сервис еще в формате PDF сохранить эту книгу. Правда, я не пробовала эту опцию, говорят, что там русский шрифт не очень хорошо отображается. Надо попробовать посмотреть. Учитель здесь может создавать свои онлайн-классы, добавлять к себе сам учеников. Причем от учеников даже не нужна электронная почта, просто учителям создают сам аккаунты. Ну и далее работать можно совместно. Например, сделать несколько совместных проектов и опубликовать их в одной большой коллекции. Вот такой, например, в виде книжной полки. К сожалению, я увидела эту картинку только в интернете, не нашла ссылки. Хотелось бы в натуре посмотреть, как это выглядит. Ну вот, можно, весь класс получает какое-то задание, творческие его делает, учитель получает ссылки и публикует вот такую книжную полку. Очень красиво. Можно потом на странице сайта или блога своего класса или школы похвастаться такой творческой работой. Ну и вот адаптация для детей с ограничениями по зрению. Специальных сервисов нет, адаптированных с ограничениями. Тут уже просто в настройках компьютера придется, потому что это все сервисы, они все стандартные. Адаптации, к сожалению, там нет. Единственное, что вы там вручную можете где-то увеличивать, уменьшать шрифт и так далее. Либо брать очень простые сервисы, вот MyStoryBook, например, очень простой сервис, там можно увеличить очень хорошо и тогда самостоятельно так адаптировать страничку. Самый, наверное, продвинутый из всех этих вариантов это сервис Book Creator. У меня спрашивали, какой сервис взять, чтобы там было все-все-все. И там и тексты были, и озвучка была, и чтобы видео можно было ставить, и карту вставить, и фотографию, и еще что-то добавить, загрузить с компьютера. В общем, есть такой вариант, называется он Book Creator. Сервис для создания электронных книг. Можно создавать целый проект, опять совместно с учениками, и одному, и дети по одному, и все вместе. Там много разных вариантов. Он несложный на самом деле. Хотя, конечно, в нем разбираться придется, потому что там несложно, но много всего. Вот придется все кнопочки понажимать, все обойти, чтобы все-все-все посмотреть. Я так и делала несколько дней, все кнопки нажимала. Сейчас вам расскажу вкратце, что я выяснила с этим сервисом. Сразу дается некий шаблон, и вы его начинаете заполнять с нуля прямо. Есть несколько кнопочек, всего три сверху. Я открыла первую с плюсиком и попала во вкладку «Медиа». То есть здесь сразу список того, что можно добавить на страницы этой книжки. «Импорт» – это вы загружаете что-то со своего компьютера, чаще всего картинки. «Камера» – это с веб-камеры изображение. Даете свое, если захотите. Вот про кнопку «Pen» я чуть попозже расскажу. Это интересная штучка. «Текст» – добавляет тексты. «Рекорд» – это озвучка. Озвучивает книгу, добавляет звуковые какие-то эффекты на страницу вашей книги. Ну, вот выглядит конструктор таким образом. Вот эти все кнопочки, их уже тут все подписали. Вот обложка книги, можно добавлять новые странички, можно отменять действия и так далее и тому подобное. Если присмотреться, здесь есть еще две вкладочки. «Комикс» – здесь можно создавать книги с комиксами. И кнопка «Shapes» добавляет еще различные геометрические фигурки, круги, прямоугольники и так далее, необходимые для оформления. Что касается рисования, кнопка «Pen» отвечает за рисование. И рисование здесь очень необычное. Есть обычные инструменты – кисточки, карандаши, маркеры. И есть так называемое авторисование. А вот я его в красную рамку вынесла. Что же это такое? Да, здесь можно еще и имиджи рисовать, заливать фоны и так далее. Тут набор инструментов юного художника. Вот я начала нечто рисовать. Это называется интеллектуальное рисование – автодроуин. Вот я некий объект начала рисовать, как могла. И тут же сервис подсказывает, дает нам подсказку, что именно вы хотите нарисовать. Вот в данном случае я кошку хотела рисовать. Вот он мне тут же вывел не только кошек, тут список всего-всего. Мы из готовых картинок просто выбираем нужную. И он тут же, вот то, что мы начали шаблон этот рисовать, он перерисовывает в нужную нам картинку. Появляется здесь кошка в итоге. Вот такое автоматическое рисование для неуверенных в себе художников. Если у вас нет способности к рисованию, можно его использовать из библиотеки сервиса. Подгружать картинки рисованные таким образом. Там много картинок, несколько тысяч. И сервис вам автоматически выбирает подходящий. Вот такая есть опция. Это, например, шаблон для комикса. Можно добавить три картинки, можно шесть. Там разные шаблончики есть. Что еще? Сюда же можно добавлять речевые облачка. Если вы с комиксами работаете, то знаете, что круглая облачка – это речь, волнистая облачка – это мысли. Можно просто текст добавить и различные стикеры для комиксов. Здесь небольшой конструктор, но зато все основные элементы и присутствуют. Кнопочка «И» рядом с плюсиком. Она отвечает за оформительство. Там можно залить фон, цветовое изображение, выбрать шрифт, текст. Все-все-все, что захотите. Давайте я вам сразу ссылки отправлю, пока я тут разглагольствую забыла про ссылку. Ну вот, посмотрите, я сделала книгу стихов Николая Колычева. Это мурманский поэт. На основе у нас была презентация. Я из этой презентации сделала книгу. Там есть музыка загруженная с компьютера. Все очень хорошо загрузилось и должно воспроизводиться в книге. Странички листаются, разворачиваются. Вот это сделано с помощью Book Creator. Здесь можно создавать классы с учениками вместе. Можно их приглашать в эти классы. Они могут сами регистрироваться, можно их добавлять. Есть функция Collaborate – совместная работа. Можно ее организовать и над одной книгой. Например, вы создали шаблон, и туда всех позвали, и каждый со своей страницы работает. Либо можно, чтобы каждый делал свою книгу. Вот это над одной книгой работать – это опция ограничена, только на 90 дней дается с момента вашей регистрации. А вот опция, где каждый делает свою книгу в одном общем классе, она бесконечная, бесплатная. Поэтому имеет смысл, если вы работаете в школе, например, или со школьной аудиторией, можно организовать класс, количество неограничено ни участников, ни книг. Хотя нет, книг все-таки ограничено, 40 книг в одной библиотеке. Но каждый по книге создаст целый класс, получится, уже здорово будет. С авторскими правами. Авторские права, ну как, они все защищены были. Я брала оттуда, откуда их можно было взять. Вы имеете в виду стихи? Да. Последняя ссылка бросит браузер и скачивает. Тогда ее надо скопировать и вставить в строку браузера. Там опять фильтры стоят. Вот, возможно, так. Ну, давайте еще посмотрим. Еще один интересный сервис – анимированные книги. Опять-таки, больше это для детей, конечно, интересно. Ну, вот, например, вот такая. Не нашла я на русском языке, потому что сервис для меня новый. И он как-то русскоязычной аудитории не очень освоен. Это электронные книги с анимацией. Вот такая вот «Путешествие по Аляске» на английском языке сделанная книжка. Ну, просто как пример посмотреть, что можно сделать. Сервис условно-бесплатный. Здесь есть версия бесплатная на 30 дней на месяц. Она позволяет весь функционал попробовать. То есть вот анимация, звуки, можно добавлять музыку, можно озвучку записывать, что еще. Можно добавлять видео, аудио. В общем, все-все-все практически сюда. Как только версия эта пробная заканчивается, будут небольшие ограничения. Например, аудио нельзя будет добавить. Ну, давайте посмотрим, как это все работает. Опять дают нам сразу страничку для работы. Можно выбрать шаблончики. Можно начать с нуля. Но если начать с нуля, то вот такая белая страница появляется. Всего три кнопки. Первая добавляет цветовое оформление шаблона. Вторая кнопка добавляет фон. Ну и третья добавляет разные объекты. Вот которая с плюсиком. Это самая главная здесь кнопка. Вот объекты. Список объектов, которые можно добавить. Здесь можно рисовать, добавлять различные геометрические формы, тексты, стикеры, анимации. YouTube-видео можно добавить. Картинки любые. Ссылки на веб-ресурсы, если хотите. Можно загрузить фото с веб-камеры. Можно загрузить файл попробовать. Например, аудио можно загружать. QR-код добавить. Вот те, которые серые, это не активные. Они за плату. Все остальное можно 30 дней бесплатно использовать. К сожалению, сервис пока еще не очень хорошо мной освоен. Поэтому я знаю, что только когда заканчивается демоверсия, пропадает возможность загружать файлы, звуки добавлять в частности. Так или иначе, здесь очень много возможностей, самых интересных. Больше всего мне понравилась здесь анимация. Здесь очень красивые анимированные картинки для детей. Вот животинки, например, животные. Здесь библиотека сервиса. Здесь все рассортировано. Это искусство, животные, день рождения и так далее. Вот такие животные – это анимированные. То есть они как-то двигаются. Если на них нажать, они начнут двигаться. Я вам сейчас ссылку отправлю. Вот, например, анимация. Читательский дневник называется «Шаблон». Я его перевела на русский язык. Там очень красивые анимированные картинки с книжками. Это вот только первая страничка шаблона. А дальше можно на всех остальных страничках расписывать каждую книжку, рассказывать о ней и так далее. Вот такие прикольные анимашки. Эти сервисы существуют для планшетов, и для планшетов точно они существуют. Для мобильных устройств могут быть сложности. Ну, по-моему, для всей техники Apple точно есть. Android надо посмотреть. Но большинство из этих сервисов работает и там, и там. И на Apple, и на Android. Вообще, очень хороший сервис. Мне он очень понравился. Жаль, что только 30 дней. Ну, надо пробовать пытаться. Ну, вот, например, я тут взяла птичку летящую просто попробовать. Дальше мне предложили озвучить все это дело. Вот нажала я на кнопку «Record» и пошла запись. Можно нажать на кнопку «Upload» и загрузить любой другой звук со своего компьютера, музыку, фоновую какую-то и так далее. Вот так к каждой страничке можно добавить еще и озвучку. Здесь, правда, нет опции добавления классов, совместной работы, но он несложный, можно самостоятельно детям осваивать, либо вы можете попробовать для них что-то сделать. Очень интересный и красочный ресурс получается. Ну, и, наконец, заключение. Есть сервисы универсальные, которые можно и для детей, и для взрослых использовать, а не для индивидуального пользования. Это вот только вы или кого-то, если школьников привлечете самостоятельно. Ну, начнем вот с этого сервиса универсального H5P. Сейчас этот сервис представлен еще и на русской платформе. Русская платформа называется «Удоба». И там, и там конструктор один и тот же, и там, и там он на английском языке, к сожалению. Я сейчас воспользовалась Google-переводчиком, а вот у меня на слайде сейчас как раз шаблон, переведенный на русский язык через Google Translator. Выбираем шаблон, который называется «Интерактив бук», «Интерактивная книга». Он абсолютно бесплатный, и вообще весь сервис бесплатный, без ограничений работает. Выбрали этот шаблон, но я вот назвала книгу, допустим, «Музы Древней Греции». Потом, когда делаю, покажу, что у меня получилось. А дальше вот открываете кнопочку «Содержание», и вот видите сразу, какой огромный список, что можно добавить в эту книгу внутрь. Эта книга как агрегатор всего-всего-всего, чего только может быть. Презентации, тексты, горячие точки. Горячие точки – это интерактивные плакаты. Если вы работали с ними, то представляете себе, это картинка, на которую наносятся точки. Нажимаем на эти точки, открываются дополнительные веб-ресурсы. Дальше, викторины, ответы, игры на запоминания, игры со словами. Это я еще не весь список открыла, там если встать, будет больше. То есть внутрь этой книги можно встать практически любой контент, который вы захотите. Причем это все заранее нигде создавать не надо. Все это создается внутри самого сервиса. Например, если мы выбираем викторину, нам тут же открывают конструктор викторины. Например, вот такой. Опять-таки добавляете картинку к этой викторине, добавляете вопрос, добавляете ответ. Опять Google-переводчик нам в помощь. Он позволяет все кнопки очень хорошо перевести. Добавить вопрос, добавить вопрос. Добавляем вопросы, тексты, прикрепляем картинки к викторине. Есть викторины с одним выбором ответа, с двумя, с картинками викторины. В общем, много-много. Вот я список открыла. Множественный выбор. Викторина, где надо что-то куда-то переносить мышкой. Заполнять бланки – это пустые поля заполнять. Отмечать слова, переносить текст, верные и неправильные ответы. Шесть вариантов самых разных викторин. Это только что касается викторин. Там есть и презентации, и видео. Все это вы загружаете с компьютера. Можно добавлять гиперссылки. Вот тут спрашивали про гиперссылки. Здесь можно в любом количестве гиперссылки. Они все будут рабочие. В общем, очень отличный сервис. Здесь единственное, что придется время потратить, его осваивать. Появились ограничения, которых раньше не было. А какие ограничения появились? Если ограничения с публикацией, то возможно, потому что сейчас все сервисы идут к тому, что коммерциализируются. Пока я не видела ограничений. Но опять-таки я вам тогда советую попробовать еще сервис удоба. Просто в поисковик наберите сервис удоба, у него русскоязычный интерфейс, но внутри конструктор абсолютно такой же. И все надписи все такие же. Просто они взяли этот конструктор и завернули его в русскоязычную обложку. Там бесплатно, и, по-моему, там ограничений сейчас никаких нет. Выбирайте любой формат, и там и там все будет одинаково. Но вот если вы боитесь ограничений, то можно через удобу попробовать. Он сейчас развивается, там много всего и появилось. Там регистрация на русском языке, поэтому несложно. Ну, а дальше конструктор абсолютно такой же. Вот такой вариант. И, наконец, еще два сервиса. Такие, они больше коммерциализированные. ReadyMac – это англоязычный, и его брат-близнец на русском языке – Джумак. ReadyMac – это сервис для создания так называемых мультимедийных альбомов. Бесплатно в такой альбом можно сделать только 10 страниц и всего один проект. Немного, конечно, сервис тут ограничивает, но зато можно вставить, опять-таки, любой контент. Тексты, фото, видео, аудио, слайд-шоу, и соцсетей подключить из Твиттера и Фейсбука, например. Опять-таки, горячие точки сделать, интерактивные плакаты, ссылки, любые встраиваемые объекты по коду, карты и даже опросы, викторины. Ну, в общем, вы можете посмотреть, как это выглядит красиво. Он, конечно, более красочный, чем H5P, но зато он и платный. Бесплатно только 10 страничек можно сделать. Здесь даже не надо учить английский язык, потому что здесь получаете шаблон, нажимаете на кнопку «плюс» и открывается список всего того, что можно добавить. Тексты, картинки, формы, видео, кнопки и так далее. И просто любую из этих кнопок переносите на свою страницу. Добавляете туда, и после этого можете еще дополнительно настроить анимацию. Эти кнопочки, если вы, допустим, добавляете кнопки, они могут переливаться, перелетать. То же самое касается текстом. Да, 10 страниц и всего один проект. Ну, вот вам дают один проект, и в нем можно создать 10 страниц. Вот такое ограничение. Можно, конечно, несколько аккаунтов создать. Вот, например, у нас была творческая работа, кому-то не хватило 10 страниц. Они просто создали с двух электронных почт два аккаунта и сделали с двух частей книгу. Вот так. Получается. Ну, вот из ситуации приходится так выходить, к сожалению. А вообще сервис очень красивый, необычный. Здесь много анимаций, много всего выезжает, выплывает, дополнительного оформительства много. Вплоть до того, что даже фон здесь можно сделать в виде видео. Правда, надо звук убрать, чтобы он не отвлекал. А так у вас будет книга на видеофоне. Такая есть необычность тоже. Здесь тоже очень много возможностей. Тут надо, конечно, много-много пробовать, кнопочки нажимать. Есть обучающие материалы, есть на YouTube даже целая серия видеороликов. Поэтому сервису там буквально про каждую кнопку отдельный видеоролик рассказывает. Так что можно пользоваться. Ну, наконец, русскоязычный дорогой наш Джумак. Кстати, Редимак он создан нашими программистами, только почему-то на английском интерфейсе. Вот это тоже наши программисты, но на русском. Здесь, в отличие от Редимака, очень много шаблонов, и они красивые. Редимак там какие-то очень непритязательные шаблоны. Они хороший интерфейс сделали, но шаблоны не сильно поменялись. А вот здесь симпатичные шаблоны. Вот я просто открыла фотоальбом, например, вкладка. Вот тут есть красивые с виньетками, с разными фонами, с кружочками и так далее. Можно выбрать. Здесь все рассортировано по категориям презентации, брошюры и так далее. К сожалению, Джумак тоже ограничивается одним проектом. Правда, они страницы не ограничили. Так что вы можете больше, чем 10 страниц здесь сделать. Выбираете опять шаблон, открываете. Здесь, к сожалению, вот так все выглядит. Мрачновато, сразу отпугивает. Ну, по крайней мере, я вот начала осваивать, мне пока сложновато здесь. Хотя здесь все на русском. Здесь всплывающие кнопочки, они все подскажут, что и как. На страницу просто мышкой переносите. Вот я, например, открыла медиа-инструменты, увидела логотип Ютуба. Мышкой перенесла, и дальше открывается окошечко, добавляем ссылку на Ютуб, и у нас внутри будет видео. Добавить можно все то же самое, что и в предыдущем сервисе. И точки интерактивные, и видео, и аудио, и фотогалерею, и викторину. И встраиваем объекты. В общем, все-все-все. Практически все то же самое. Гиперссылки, само собой. Правда, здесь сам редактор намного строже. Вот видите, тут очень много разных всплывающих кнопочек. Можно все потрогать, посмотреть, пощупать. Поиграть со всем этим. Я тоже поставила его в будущее. На будущее обязательно освою, пока только попробовала. Ну, вот ссылку сейчас отправлю в заключение нашего вебинара на Jumac. Это вот как раз мультимедийное издание по английскому языку. Там еще добавлена аудиозапись на английском языке. Очень интересно делать электронные английские учебники, например, для числя английского языка. Тут же текст, и тут же его озвучивание. На английском, как он звучит. Так удобнее намного воспринимать информацию. Ну, я в общем думаю, что и библиотекам тоже найдется место для таких сервисов. Их, конечно, больше, намного больше. Но я выбрала, на мой взгляд, интересные, необычные. Надеюсь, что-то вам понравилось из этого. Как всегда, вопросы какие-то, замечания, предложения можно по электронной почте отправлять. Группа есть и КТ-мастерилки для педагогов и библиотекарей. Там появится совсем скоро эта презентация вместе с записью этого вебинара, если вы что-то хотите потом пересмотреть или пропустили. Вот, пожалуй, и все. Ну, а все обучалки и мастерилки я публикую в блоге. Добро пожаловать, Роза Ветров, Север называется. Там можно посмотреть. Ой, как много вопросов, я не успеваю в чате. Я сейчас немножко полистаю вверх и найду. Какой-то я видела вопрос и не успела на него ответить. Так. Ой, это я чат листаю. Ну вот, вопрос я потеряла. Если я чат-то вопрос потеряла, прошу прощения. Я в чат так далеко убежал. Спасибо вам большое за слово благодарности. Но я не успела на вопрос ответить. Это жаль. Ну, спасибо большое за то, что пришли. Спасибо большое за то, что слушали. Следующий вебинар будет через неделю. Я буду рассказывать про игры и викторины. Вопросы всегда востребованы. Есть ли подобные программы, которые выгружают пакеты в ЛМС, чтобы сделать учебный материал и встроить его в ЛМС-систему? Я знаю, что H5P встраивается в ЛМС-систему. У них даже есть специальные плагины для Moodle. Есть плагин. И для WordPress есть. Причем эти плагины бесплатные. Вот H5P, он очень хорошо работает как раз с ЛМС-системами. Остальные сервисы, они более развлекательные такие. Ну, особенно вот то, что для детей касается. Они учебные, детские, но они точно не под ЛМС. Вот H5P точно работает. Поэтому я бы его, прежде всего, советовала к нему присмотреться. Он самый универсальный и самый такой, в этом смысле, подходящий, наверное, инструмент. Спасибо большое за внимание. Ну, я тогда буду прощаться.